приветствую вас на канале спокойной аналитики меня зовут борис тизенгаузен все когда-то происходит впервые и вот впервые уничтожен российский многоцелевой истребитель су-57 об этом сообщает гур фото доказательства снимки тоже прилагаются произошло это вчера на территории аэродрома ахтубинск в астраханской области то есть вчера помимо того что на аэродром моздока летели дроны модификации лютый так они еще и полетели туда вахтубинск еще один аэродром и разнесли там вот этот су-57 супер секретный супер дорогой но на самом деле разработка этого самолета это вообще классическая история в россии всего там планировали еще несколько лет назад в серийное производство потом откладывали откладывали потом индия вышла из проекта хотя зачем россиянам там была индия не совсем понятно но проект на треть зависел от индийских денег короче разрабатывали разрабатывали в итоге получилось то что сейчас называют самолетом не до пятого поколения вообще если честно там история разработки крайне интересно но помимо того что это очень дорогой самолет в россии их всего 12 единиц испытывали россияне его в том числе в боевых условиях в сирии немножко там полетали эксперты говорят что этого в принципе недостаточно а стоит он индия планировала закупать по 100 миллионов долларов за штуку представляете без 100 миллионов долларов ну то есть дроны гур вот те самые лютый летят на аэродром и привет всем остальным не только ахтубинскую моздоку но и совослейки энгельсу ей ску крымску морозовскую ну в общем там есть гораздо ближе аэродром и поэтому туда будет все лететь значит что почему почему история разработки этого самолета классическая вообще российская 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 история значит россия первый истребитель получила 25 декабря 2020 года вот этот вот истребитель но до этого до этого они с индии решили разрабатывать вот этот су-57 fgfa проект был создан и индия в общем то начала вкладывать свои средства но дальше произошло неожиданно в конце апреля 2000 в 18 года индия выходит из этого проекта знаете по какой причине индийские военные посчитали что создаваемый истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности и также они полагали что боевая авионика радары и датчики российской разработки не соответствует стандартам боевого самолета пятого поколения а именно поэтому эксперты называют этот истребитель не до пятого поколения то есть по факту россияне в бухали кучу бабла рассказали всем что аналогов нет на ису-57 сейчас он будет там он всем даст прикурить всем иностранным моделям этого класса пятого тоже поколения но по итогу получилось что что получилось как всегда в россии значит в 2018-19 году когда in индийцы вышли из проекта они они потом еще сообщали что там нет ново разработанного двигателя что вот этот су-57 летает на старых на таком же двигатели как су-34 су-35 и что там вот почему там скрытность не соблюдается потому что там должно быть специальное сопло которое уменьшает тепловое излучение а его там нет ну нет и нет так получилось извините поэтому индийцы долго-долго там общались с россиян и потом скале дите вы нафиг мы лучше купим там какие-то f-35 и и до свидания так что но это россияне писали что это какая-то супер гордость супер машина вот-вот сейчас сейчас мы их там 76 штук законтрактуем и будет у нас все небо закрыто мы сейчас вам покажем что произошло после того как министерство обороны решила произвести ну и естественно купить 76 штук вот этих самолетов российское министерство обороны планировали начать серийное производство в шестнадцатом году это я почему говорю что это вообще классика российской истории вообще это чисто про россию вот сейчас поймете почему серийное производство планировали начать 2016 году так значит согласно командующему тогда генерал-полковнику бондареву планировалось получение с 2017 года 55 для начала таких истребителей то есть они до 20 года планировали 55 истребителей этих получить в марте 15 года сообщили что намерены закупить меньше то есть скорректировали план до 12 единиц чувствуете с 55 до 12 в начале шестнадцатого года сообщил вот тот же борисов что серийные поставки начнутся лишь с 2018 уже года и в конце восемнадцатого индия выходит из проекта так как на треть проект от индийских денег зависел а вообще не совсем понятно разработка секретная сверхсекретная супероружие вам зачем индийские деньги у вас там чего денег нет в россии что ли нефть не закончилась или что для чего было индию сюда тащить ну ладно это дело такое то что что сказали специалисты из индиям уже сказал девятнадцатый год истребитель су-57 написано было в брошюрке там что запущен в серийное производство а в двадцатом году сообщили что серийное производство сталкивается с проблемами угадайте какими недостаток свободного места в цехе сборки самолетов но в общем все как всегда десять лет они мурыжили сейчас запустим серийное сейчас будет столько самолетов потом все меньше 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 в итоге сейчас по разным подсчетам в россии этих самолетов около 12 штук всего и вот один из них в ахтубинске был уничтожен то есть эксперты вообще называют мне понравился как майт майкл кофман называет этот самолет самолет невидимка для бедняков то есть он имеет ввиду что ну не совсем для бедняков он стоит сумасшедших денег но он и не невидимка и технологии там немножечко это знаете как вот китай очень очень часто внешне очень похожие модели автомобилей на какие-то немецкие марки делает ну а стоят они там дешевле а вот в россии все наоборот они делают что-то очень похожее на истребитель пятого поколения но он не до пятого поколения и стоит он сумасшедших денег классика ну а гур конечно же большие молодцы за что им как говорится спасибо и сбу и вооруженным силам украины всем кто запускает дроны и воздушные и надводные и уничтожают вот эти аналогов нетные российские разработки подпишитесь на этот канал если вам нравится канал и программы то и можно и поддержать сделать это очень просто в уголке qr-код а в первом комментарии есть ссылочка по которой вы можете любую произвольную какую какую пожелаете нужную сумму отправить на поддержку канала и команды которая над ним работает конечно же берегите себя берегите своих близких побольше нам хороших новостей спокойного нам всем дня и слава украине